Здравствуйте! Тема дня – бизнес-партнерство, продажи, стратегия управления 2016. Одна из главных целей данной встречи – сделать так, чтобы власть услышала предпринимателей. О основных целях форума нам расскажет Юлия Ильина, бизнес-тренер, руководитель проекта «Партнерская бизнес-встреча» в регионах Украины. Здравствуйте, Юлия! Давайте расскажем нашим телезрителям для начала, что это за бизнес-встреча. Вы совершенно правильно, Алена, сказали. И название мероприятия «Партнерская бизнес-встреча» – форум «Бизнес-власть». Поэтому, соответственно, у мероприятия нет основной главной цели – подружить бизнес и власть. Есть как бы масса возможностей и масса целей у этого мероприятия. В первую очередь, эта цель образовательная. Мы стараемся привести в наш город массу бизнес-тренеров, специалистов в области маркетинга, менеджмента и тех навыков, которые необходимы им в текущей деятельности. Сегодня бизнесу крайне сложно функционировать, как бы для вас это не секрет. И поэтому мы стараемся им всячески помочь образовательными моментами. Мы стараемся на это мероприятие пригласить регуляторные службы. Будут принимать участие и руководители налоговой инспекции, центра занятости, пенсионного фонда, еды навекной и так далее, и так далее. Все службы, которые регулируют на сегодня бизнес. И также обязательно будет блок, в котором бизнес будет взаимодействовать с властью. Причем мы, как организаторы, являемся абсолютно политичной структурой. И приглашаем все политические партии, все политические силы, действующих депутатов городского, областного совета, для того, чтобы они имели возможность на открытой площадке. А такой прецедент, он сегодня, ну, за много лет, наверное, первый и единственный, когда на открытой площадке власть взаимодействует с бизнесом, открыто, в демократическом, интересном диалоге. И это замечательно. Давайте уточним, какого числа будет проходить форум, и кто из известных спикеров на нем будет. Мероприятие будет происходить 26 февраля. Это одна из циклов партнерских бизнес-стреч, которая много лет ведется в Украине. Из известных спикеров мероприятие трехблоковое. Если в первом блоке работают бизнес-тренера из Днепропетровска, это Ярослав Федоришин, компания Высоцкий консалтинг, которая в практическом поле работает и выпускает специалистов по менеджменту, и управленцев готовых. Это юридическая компания «Право Гарант». Это я как специалист в области построения систем дистрибьюции внутри предприятий. Это одна из, у нас будет замечательная скайп-встреча с бизнес-тренером, американским бизнес-тренером. То есть мы стараемся перенимать опыт у зарубежных бизнес-тренеров. И вот в этот раз это действительно бизнес-тренер из Америки. Яна Блэквелдер, представитель компании «Экзекьютив Гравитас». То есть это из спикеров, в плане обучения. Если мы говорим о дальнейшем, то представители от каждой службы, налогового центра занятости и регуляторщиков будут обязательно. И в третьем блоке нам грозят присутствием депутата городского, областного совета, заместители мэра действующего, и руководители заводов Днепроспедстали, Запорожстали. То есть это достаточно такая очень серьезная публика, которая в открытом диалоге будет работать с аудиторией. Сколько всего участников будет принимать участие в проекте и как проходил отбор? На сегодня, и я считаю, это не только моей личной заслугой и заслугой команды, которая работает, да, и отдельная благодарность Миле Родичевой в поддержке. На сегодня нашей заслугой является то, что в качестве гостей присутствует более 120 руководителей и собственников, более 120 компаний Запорожья. Это отлично, это крайне широкая аудитория, небывалый прецедент в Запорожье, если вам признаться, потому что я много лет организую подобные мероприятия. И, соответственно, более 120 гостей будет присутствовать в качестве собственников бизнеса. Если мы говорим о спикерах и о экспертах, то это порядка 40 политиков, спикеров, экспертов, регуляторщиков, которые будут консультировать бизнес на этом мероприятии. Где будет проходить мероприятие и какой формат встречи? Мероприятие будет проходить в отеле «Интурист» в большом конференц-зале, он достаточно удобный и комфортабельный для этого. Формат мероприятия трехблоковый, оно будет длиться на протяжении всего дня. В 11.30 начинается регистрация и до позднего вечера, до 22.00, иногда позже засиживаются люди. Мероприятие трехблоковое. Первый блок образовательный, второй блок – работа с регуляторными службами, и третий блок – это работа в режиме форума «Бизнес-власть». А мы все же не сказали о том, как проходил отбор участников. А, по поводу отбора, да, действительно. Отбор участников, порядка 70% участников-гостей участвуют в этом мероприятии абсолютно безоплатно. Мы постарались выбрать наиболее активно себя позиционирующие, реально работающие в практическом поле организации, который сегодня существует в городе Запорожье. Причем они были отобраны из каждой сферы. Мы очень старались, чтобы каждая сфера была представлена. И производственники, люди, которые с услугами работают, с товарами и так далее. Около 70% принимают участие по бесплатным пригласительным от нас. А 30? А 30% имеют возможность приобрести пригласительный, дабы, соответственно, оправдать бюджетную часть этого мероприятия. Но, тем не менее, даже эти 30% для того, чтобы приобрести пригласительный, они обязаны предъявить установчую документацию для того, чтобы попасть на это мероприятие. Никакими иными способами пригласительный не реализуется. То есть бесплатно попадают туда только предприятия, которые успешные? Попадают предприятия, которые активно работают на сегодня в практической деятельности. То есть не попадают предприятия, которые зарегистрированы и подают нулевые декларации вот уже много лет. Но вот чему вы планируете научить гостей ваших во время встречи? Ну, на самом деле, очень важным аспектом этих мероприятий, причем во всех регионах Украины вот уже много лет, является практическое применение тех знаний, которые мы даем. И бизнес-тренеров, которые мы приглашаем, и регуляторщиков, да, и вот людей, политиков. Мы очень просим им дать действительно те знания, которые после выхода из этого мероприятия дадут возможность в практическом поле их применить и получить конкретную, ну, практическую выгоду от этого, будем так говорить. Да, тематики заявлены, и прежде всего бизнес-партнерство. То есть мы будем стараться научить руководителей и собственников правильно строить партнерские отношения. И этому будет посвящено много времени. Однозначно, стратегия управления, менеджмент – это краеугольный камень. На сегодня очень маленькое количество организаций имеют знания по этому поводу, потому что, ну, вы прекрасно знаете, что структур, которые обучают ведение бизнеса, в Украине практически нет. И поэтому то, что успевают подчеркнуть из других средств массовой информации, ну, замечательно. Нет-нет. Поэтому мы, соответственно, обучаем стратегии управления менеджменту. И, опять-таки, очень серьезный камень преткновения сегодня, да, и все об этом говорят, отсутствие продаж, падение общей экономической ситуации и так далее, и так далее. Так вот, мы обучаем руководителей, как построить систему, и этим лично я занимаюсь, как построить систему дистрибьюции и продаж таким образом, чтобы они вышли из этого мероприятия и смогли значительно увеличить свой товарооборот. Это очень важно сейчас. Вот сейчас говорят, да, о ЕС, о возможности поставок туда товаров своих. Будете ли вы учить этому своих гостей? Да, действительно, в режиме темы бизнес-партнерства у нас есть ответ на этот вопрос. Сегодня будут принимать участие консультанты, которые могут квалифицированно проконсультировать в плане импорта и экспорта. И зарубежные компании, да, вот в частности, компанию Соединенных Штатов, мы привлекаем с тем, чтобы поделились опытом международного партнерства, как правильно строить отношения международного партнерства. Это очень важно на сегодня, потому что мы их строить физически не умеем. Компании среднего бизнеса этого не умеют вообще. Насколько я понимаю, это уже не первый форум, где он проходил ранее, возможно, в других городах Украины. Ситуация на сегодня заключается в том, что более пяти лет партнерские бизнес-встречи проводятся действительно во многих регионах Украины. И это открытая площадка, где принимают участие 110, 120, 130, более сотни организаций действительно обучаются, общаются, находят партнерские отношения и так далее. Но форум «Бизнес-власть» — это первый прецедент в Украине работы вот на такой открытой площадке. И он состоится в Запорожье, и я наш город с этим от души поздравляю. Но после Запорожья он будет обязательно организован и в прочих регионах, где работают партнерские бизнес-встречи. Давайте напомним еще раз нашим гостям, нашим зрителям, где и когда он будет проходить, и есть ли возможность туда еще попасть. Мероприятие «Партнерская бизнес-встреча» «Форум «Бизнес-власть»» будет проходить 26 февраля в отельном комплексе «Интурист» в Большом конференц-зале. С 11.30 будет начата регистрация. Пока регистрация зарегистрироваться еще возможно. Если я не ошибаюсь, у нас порядка 15 мест еще открыты. Но я буду очень просить поторопиться, потому как время регистрации подходит к концу. С 11.30 до 22 часов на протяжении всего рабочего дня мы будем взаимодействовать в открытом формате. У вас еще есть возможность зарегистрироваться на «Бизнес-встречу». У нас в гостях была Юлия Ильина, бизнес-тренер, руководитель проекта «Партнерская бизнес-встреча» в регионах Украины.